Ну, а как вы считаете, один из тоже главных выводов и Западом, и Украиной будет когда-то сделан и приняты соответствующие решения? Я о том вопросе, что война должна зайти на территорию Российской Федерации. Вот на следующий день, извините, Михаил, на следующий день после рекордной атаки ракетами, взрывы в Белгороде и Брянске. Мне интересно понять, это ответ на украинских эмоциях или это начало чего-то спланированного, с долгосрочной перспективой? Ну, вот этот бумеранг войны, он надолго залетел на территорию Российской Федерации? Как далеко он долетел тогда? Сейчас мы перейдем к Европе, вернемся туда, да, а сейчас про Белгород – это не эмоции. Я об этом неоднократно говорил, это постепенный возврат войны на территорию агрессора. Это объективно, это всегда так происходит. И кроме того, Украина показала по акватории Черного моря, давайте возьмем по Черноморскому флоту, что инструментов эффективного противодействия, скажем так, разрушителей к инструменту Украины все больше и больше. И их будет еще больше, и сейчас их будет еще больше. И Россия получит все то, что она должна получить. То есть все долговые обязательства Россия оплатит своей кровью, это несомненно. Ну, то есть нельзя это прощать. Вот все, что она делает, это не может, знаете, нельзя закончить. Ну, давайте как-то там обсудим даже, юридически что-то обсудим и так далее. Это нельзя закончить. Они должны прочувствовать на своих, я даже не знаю, как это назвать, шкурах, наверное, да, прочувствовать все, что они принесли в другую страну. Вот в полном объеме. Только тогда мир успокоится, справедливость будет восстановлена. То есть негодяи должны… Вот смотрите, когда мы говорим о России, вот мы так, знаете, абстрактно говорим, а вот вы представьте себе, что это за страна, насколько это ничтожная страна. Кого она делает героями? Она делает героями насильников, которые по 20 лет получили за то, что своих там близких, жен, детей насиловали, расчленяли. Они потом пошли на войну, получили индульгенцию за то, что они то же самое делали с гражданами другой страны. Убивали, расчленяли. Потом они возвращаются, и они идут в школы рекламировать героев СВО. Вы понимаете, насколько ничтожно, омерзительна эта страна? Вот она всю свою историю именно это делает. Вот она своих героев делает именно людей с максимально извращенной психологией, психикой. И вот эта страна должна заплатить по всем счетам. Поэтому еще раз почерпаю, нет эмоций. Есть постепенное нарастание прагматизма и увеличение количества инструментов, которые для реализации этих прагматических планов, прагматичных планов нужны Украине. Это что касается первой части. Вот есть вторая, более важная. Когда мы говорим о Европе, осознали ли они, что Россия должна проиграть в полном объеме? Они-то осознали. Но есть одна большая проблема, очень важная проблема. На нее мало обращают внимания. В современном мире, к сожалению, мало осознать проблему. Нужно еще обязательно найти операционных людей, которые готовы будут реализовать это осознание. То есть готовы будут взять на себя ответственность, действовать решительно, действовать жестко, где нужно. И убрать лишние разговоры и так далее. Вот, к сожалению, современный политический глобальный процесс, он как бы был уже умиротворенный. То есть считалось, что можно все заболтать. Я прошу прощения за эту терминологию. Заболтать. То есть любую тему можно превратить в такую бесконечную дискуссию. И в итоге какой-то компромисс можно найти. И, соответственно, это не предполагало решительности. Наоборот, люди, которые слишком решительные были, слишком пассионарные, харизматичные, они как-то в этой системе постепенно выдавливались. То есть получалась такая безликая, по сути, глобальная политическая элита. А сейчас это все трансформируется. На мой взгляд, это очень позитивный процесс. С симпатией на него смотрю. Я смотрю на то, какие более жесткие заявления делает, например, сегодня американская администрация. Администрация господина Байдена. Очень четко, очень строго по войне. А, Б, С. Это очень сильно влияет на, да, у них тяжелая дискуссия внутренняя, но это очень сильно дисциплинирует уже политический процесс в самих Соединенных Штатах. Точно так же я смотрю, насколько изменилась риторика у господина Шольца, ну или в целом, давайте, основные политики немецкие. Это совершенно другая риторика, очень четкая, конкретная. Госпожа Бербак, условно говоря, господин Писториус, они четко фиксируют, где, что и как. Это выглядит очень сильно. И так можно взять, я уже не говорю про страны Северной Европы, они потрясающе всегда были, потому что для них слово «справедливость» — это не какая-то абстракция. Голландия, Швеция, Норвегия, они максимально заинтересованы, чтобы Россия полностью отвечала за все военные преступления. И это и дефикс. И они будут делать все для нас, я просто хочу, чтобы мы это осознавали, все для нас, чтобы, ну, к сожалению, да, на нашей территории война, чтобы мы эту войну довели до справедливого финала. То есть вот это сейчас важное. Я просто хочу, чтобы это чуть быстрее было. Вот эта трансформация, да, безликой политической безответственности, которая переходит в «да, мы принимаем решительные действия», готовы, вернее, их принять. «Да, мы оцениваем правильно то, что происходит в Украине, мы правильно оцениваем Россию, мы хотим сделать». Вот это сделать, это сейчас новый тренд. И мне кажется, что это дает нам очень много оптимизма с точки зрения, как эта война закончится, и с точки зрения того, что будет с Российской Федерацией в итоге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова